Петергоф Почему Петр Первый хотел, чтобы Петергоф было самое красивое место на этой планете? Почему главная визитная карточка Петергофа Самсон, олицетворяющий Петра Первого, разрывающий Швецию? Почему Самсон без волос и без бороды? Это, кстати, важный, очень важный момент. И почему вообще эта скульптура фейковая, не настоящая? Где настоящий Самсон? Простым языком. Немножечко истории. В 1700 году началась Северная война. 21 год Петр Первый воевал со Швецией для того, чтобы эта земля, где сейчас Санкт-Петербург, Ленинградская область, Петергофа стала русской землей. Карл Двенадцатый, король Швеции, был красавчиком. Был хорошим полководцем, настоящим солдатом, который вписывался во все блудники. И наравне с солдатами он воевал и был очень достойным противником. И Петру Первому пришлось не так уж и легко. Очень много было квестов. В 21 году, когда война закончилась, Петр Первый, мало того, отдал часть земли шведам. Это Финляндия. Говорит, ребята, забирайте, реколь не видать. И, я знаю точную цифру, заплатил шведам 1 миллион 350 тысяч рублей за то, что сейчас мы пользуемся Санкт-Петербургом, Ленинградской областью. Петергоф он какую красотищу-то отстроили. Петр Первый не как котенка разорвал Швецию. Зато, естественно, надо же показать, какая мощная держава, империя российская. И, когда вы приходите в Петергоф, первое, что вам бросается в глаза, это Самсон, разрывающий пасть льву. Самсон это Петр Первый, а лев это шведы. Как котенку мощный Петр Первый. Забываем про Петергоф. Жил-был парень еврей, Самсон, он был очень сильный человек. И как-то раз он шел по улице, по одной дорожке идет Самсон такой, тут лев. И вдруг, не знаю что там, у Самсона в голове переклинило. Он хватает льва и просто разрывает ему пасть. Даже мышцы у него не дрогнули. Разорвал и все. Все ахнули и подумали, ничего себе, какой сильный парень. После этой удивительной истории в Петергофе решили сделать такую скульптуру, которая ассоциируется с Петром Первым и со шведами. Чувствуете, да, аналогию? Раз уж мы затронули мифологию и заговорили про Самсона, давайте быстренько расскажу вам. Просто это очень интересно. Самсон очень сильный, здоровый пацан еврей. А в то время евреев шемили филистимляне. Филистимляне наезжали на евреев, но у них появился вот такой сильный бродяга, который сделал все так, что филистимляне перестали наезжать на евреев. Очень крутой такой ходил Самсон, там пасти всем этим львам разрывал от нечего делать и влюбляется в девчонку, филистимлянку. Евреи говорят, Самсон, брат Джан, вот хорошие девчонки, еврейки, Клара, Софья. Он говорит, нет, я хочу ее. Он женится на этой девчонке, а филистимляне, говорит, давай, узнай у этого, откуда силушка богатырская? Как эту силушку-то немножечко там жена спрашивает у Самсона, говорит, муж, любимый, а откуда же столько силы? Как эту силу-то подавить твою? Самсон говорит, все просто. Вы берете семь луков, не этот лук, а вот этот лук, тетиву срезаете, берете эту тетиву, меня вот семью тетивами завязываете, и все, говорит, я вообще ничего не смогу сделать. Она им рассказывает, они берут эту тетиву, завязывают его, он говорит, это был прикол. Она ему говорит, ну что же за приколы такие у тебя, муж мой родной, ну расскажи ты по-настоящему, как эту твою силушку-то приубавить-то, маленько? Он говорит, берете, говорит, там веревки заматываете, приматываете, сковородкой по башке, и все, говорит, все, говорит, и я не рыпнуться, ничего не смогу. Она этим рассказывает, они укряем, 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 он говорит, это был. Короче, он их пранканул еще раз, она со слезами, говорит, вот, ты меня не любишь, что же это за семья такая, ты мне не доверяешь, как можно жить с таким мужем, тоси-боси, муси-пуси. Короче, чтобы мне эту силушку богатырскую, волосы мне нужно отрезать, вся сила в волосах. Она рассказывает этим филистимлянам, своему народу, филистимляне обрезают ему волосы, силушка богатырская теряется, его кидают в темницу. Через какое-то время филистимляне делают сумасшедший парень, вечеринку, огромный шатер построили, а шатры раньше были каменные. Там весь народ, тут, ну, очень грандиозное масштабное мероприятие, и решили, как забаву, позвать из темницы Самсона. Самсон пришел, но они-то дурачки, могли бы сообразить, что у Самсона-то волосенки-то уже выросли. Угу, колонны этого шатра раздвигают, и вся конструкция рушится, все падает на филистимлян. Герой-суицидник у нас был Самсон. И я к чему все это говорю? Сила Самсона в волосах. А у нас в Петергофе без волос и Самсон. Без волосы, без бороды, без всего. Это же не серьезно. А ведь в начале он был волосатый. Но так сложилось, что из-за того, что на эту конструкцию, на эту скульптуру падали, 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 падали листья, не ли... Вода? Это же фонтан. То скульптура стала рушиться, и скульптор Козловский меняет концепцию того старого волосатого Самсона. Выкидывают и устанавливают новую экспозицию. Тот Самсон, которого мы сейчас можем увидеть без бороды, без волос. Вот почему-то так они и сделали. Ведь это же... Почему так сделали? Это же уже не Самсон. Какой же Самсон может быть без волос? Ее корны бабай. Но летописи, энциклопедии, учебники, истории, книги все-таки говорят, что нет, ребята, это Самсон. И все. Без волос ли Самсон? Но в данное время, в данные часы, секунды и моменты, придя в Петергоф, вы увидите не того Самсона, которого установили в 18 веке. В 19 веке. В общем, в 1941 году, когда на этой территории Петергофа находились немцы, они обворовали, разворовали и много чего уничтожили. Многие экспонаты были увезены в Германию. Что-то удалось сохранить работникам культуры еще до прихода немцев. А Самсон, разрывающий пасть Льву, пропал. Очень много разных. Есть гипотез по тому, куда же он делся. Кто-то говорит, на дне Балтийского моря. Кто-то говорит, его расплавили, расчленили, увезли в Австрию, Германию, в Антарктиду, в Ямало-Ненецкий округ. Штат Миссачусетси, Северная Дакота. Никто не знает, где находится оригинал, а сейчас вы видите не оригинал. Потому что в 1945 году уже был открыт Петергоф для посещения, а фонтан этот не работал. Самсона же ведь не было. И Сталин сказал, так, чтобы Самсон здесь был. И скульптор, а скульптора зовут... Делает точную копию по эскизам, снимкам, по фотографиям, по буклетикам. Но это копия. И сейчас все лицезреют не настоящего Самсона, потому что настоящий Самсон непонятно где. И есть такая очень интересная история. Когда в 1947 году сюда привезли этого Самсона, это было целое торжественное событие. По Невскому волокли эту огромную скульптуру. Килограмм, зрители, зевак. Эту всю конструкцию устанавливают. Слесари-сантехники пытаются... Это же фонтан все-таки. Там пеу-кеу-кеу-кеу какие-то подсоединить трубочки. Но там была такая маленькая трубочка, и никак-никак было ее не подсоединить. И маленький мальчишка ныряет в бассейн, подныривает, закручивает какую-то трубочку, которую нужно закрутить. И вдруг из глотки льва, детские крики, визги, пацан застревает там. Ныряют, вытаскивают оттуда его. Откачивают. Он, слава богу, живой. Фонтан работает. Мальчишка в слезах вскакивает и убегает. И по сей день никто не знает имя этого молодого парня, героя, благодаря которому все сейчас мы видим, как струится вода из глотки побежденного льва. Если будете в Петергофе, берите экскурсии. Не просто так ходите, вот зеленками своими хлопайте, рассматривайте. У каждого монумента, у каждого листочка, лепесточка, у каждой скульптуры, у каждого фонтана есть своя история. Там что только нету, и лабиринты, и детские фонтаны, которые случайным образом включаются, чтобы облить тебя водой. Сумасшедшие белки, ручные, их миллион, их миллиард, которых можно кормить орешками. Пикничок можно устроить там на берегу Финского залива. Пожраться бы возьмите. Ну, шашлык, конечно, машлык, я думаю, это будет не очень гоже. Для того, чтобы посетить Петергоф, для этого жителям России нужно, эта информация актуальна в 2021 году, жителям России нужно 450 рублей, а иностранцам 1000 рублей. Поэтому лайфхак для всех тех, кто видит это видео. Забор, который окружает весь этот дворцовый фонтана, скульптурный комплекс невысокого роста этот забор. Поэтому можно лихо через него махануть, и никто вам ничего не скажет. Петергоф и наша казна от этого не обеднеет. Поверьте мне, народищу там будь сенате. Не гоже, я считаю, не гоже сдирать с иностранцев больше в два раза. Это просто, это позор. Петр Первый создал все это, чтобы повыпендриваться, конечно. Он хотел повыпендриваться перед Европой, что вот, смотрите, я на новой территории построил такой прекрасный ансамбль, который круче даже, чем ваш Версаль. И у Петра Первого получилось сделать так, что Петергоф намного круче Версаля. Ну, конечно же, не только у Петра Первого. Все это строилось в течение двух сотен лет. Петра Первого Ну, как мог, я считаю, что я вас зацепил, чтобы хотя бы заинтересоваться одним из самых красивых мест на нашей планете. Спасибо огромное тем людям, у которых я спер в Ютубе кадры с квадрокоптера. Мне теперь хочется купить себе квадрокоптер, прям вот кровь из носа. Мне нравится снимать такие видосы. И сейчас я коплю себе на крутой квадрокоптер. Есть крутой квадрокоптер за 100 тысяч рублей, а есть чутка похуже за 37. Кому нравится формат, если хотите поддержать этот проект, в описании есть цифры на донаты. Правильно? Так же говорят, донаты. Ну, там, да, карты есть всякие разные, куда можно закинуть бабосов, чтобы я побыстрее купил себе классный квадрокоптер и уже снимал свои кадры, а не искал их где-то там непонятно где и воровал их. Воровал. В описании есть ссылка тех людей, у которых я спер кадры с квадрокоптера. Так будет, наверное, честно. Да. Да. Так будет, наверное, честно. Так будет, наверное, честно. Так будет, наверное, честно. Продолжение следует...